Ее называют архитектурной жемчужиной парка. Вилла с поэтическим названием «Надежда» построена на рубеже веков в 1899 году. Эпоха перемен сказалась и на жизни дома. Судьба Надежды не из легких. Ее перипетии поистине достойны пироклассика. Некогда дворянское родовое гнездо, дом пережил Октябрьскую революцию, гражданскую, Великую Отечественную войны, смену хозяев и организаций, пожар и 40 лет полного запустения. Сегодня он фактически возродился из пепла. Благодаря судьбоносному повороту в Олимпийский год нам были выделены деньги на реставрацию и реконструкцию виллы «Надежда», в которой сейчас располагается огромный выставочный материал. Здесь представлено и жизнетворчество Сергея Николаевича, выдающегося патриота, выдающегося деятеля русской культуры и искусства нашей страны. Здесь, в тени пальмы Кипарисов, семья Худяковых провела 16 осенних периодов. Творческий союз редактора, историка балета Сергея Николаевича и театрального обозревателя Надежды Алексеевны окружали друзья из литературного и танцевального бомонда Санкт-Петербурга. На виле гостили писатель Антон Чехов, певец Федор Шаляпин, балерина Ольга Преображенская. В обстановке культурного просвещения осенью 1910 года Сергей Худяков написал первые страницы капитального труда «История танцев». Из шести томов свет увидели только четыре, но они признаны фундаментальным исследованием в области танцевального искусства. Новая страница в истории виллы открылась в 2009 году с началом реставрационных работ. Спустя пять лет виллу не узнать. Всю мебель в доме создавали заново по чертежам и фотографиям прошлых лет. Все в духе 19 века. «Случилось чудо. Почти сто лет прошло после революции, когда все отсюда съехали. Но дом теперь восстановлен, и мы зашли как к себе домой. Родное чувство, родное ощущение дома». Первые гости буквально хлынули на виллу. Для посещения открыты пока только пять комнат, в числе которых столовая и музыкальная гостиная. Отреставрирован и рабочий кабинет Сергея Николаевича. В шкафу 108 изданий из его частной библиотеки, в том числе знаменитая «История танца». На столе его чернильный прибор и фотография любимой жены Надежды, в честь которой была названа вилла. Однако экспозиция рассказывает не только об истории семьи Худяковых. На вилле открыт первый в России музей балета. Костюмы, некоторым из которых не менее ста лет, пуанты, письма и фотографии известных танцовщиц – все это посетители могут увидеть уже сейчас. «Мы очень рассчитываем на то, что после открытия виллы Надежды она будет жить своей полноценной историей. Это будет одно из любимейших мест, которые будут с удовольствием посещать гости нашего города». Экспозиция виллы будет пополняться. Организаторы надеются и на активность сочинцев, у которых, возможно, сохранились вещи той эпохи. «Будем очень рады, если вы преподнесете такой дар нашей вилле Надежды». Дом-музей открыт для посещения. Экскурсия по вилле Надежды занимает около часа. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова